Мы должны говорить, что, чтобы, если так объективно, трезво говорить, надо создать новую коалицию. А чтобы создать новую коалицию, надо предложить премьер-министра и программу действий. Потому что старая программа себя что? Не оправдала и полностью провалилась. Вот та программа, по которой действовало правительство Яценюка и Орейска, она себя не оправдала. И она оказалась фактически вредоносной. То есть, что там самые главные были элементы? Это введение новых налогов. Правильно? Военный налог ввели? Ввели. Налог на работающих пенсионеров ввели? Ввели. То есть, это же полный абсурд. Налог на импорт 10% действовал? Действовал. Сейчас только отменили, поняли, что полные эти бараны, что это глупость полная. Налог на предметы, сохранили на телефоны, на мобильные, на предметы роскоши и так далее. Не упростили приобретение недвижимости. Наоборот, еще усложнили модель. Ограничения на валютные операции ввели. Сегодня 75% выручки валютной надо продавать? Надо. Не ввели свободного хождения валют. Я сейчас в Венгрии был. Пожалуйста, хочешь форентами рассчитывайся, а хочешь евро, хочешь долларами. И всем от этого только хорошо. В Венгрии прямо в одном? Да, конечно. Да, даже в чеке печатают, сколько это по курсу. Но местное население на этом хорошо зарабатывает, потому что всегда они переводят форенты в евро и в доллар чуть-чуть по более хорошему курсу, чем на самом деле. По выгодному для них. Поэтому я думаю, в день каждый на этой операции минимум 7-10 евро зарабатывает. Представляете, если бы мы с вами так в день зарабатывали, тут кафе подкрыли, так торговали, так 10-10, так уже легче жить было бы сразу как-то веселее. То есть мы, и никому не вредит это. Я тут это тоже предлагал, и Балашов предлагал, и другие. Нет, говорят, это будет вредительство. У них не вредительство, в Белизе, кстати, в Центральной Америке тоже не вредительство, а тут вредительство. Мы не такие. То есть, и вот если мы по всем пунктам пройдемся, долг 130 миллиардов на сегодняшний день, внешний, государственный, корпоративный долг. Золотой валютный запас съели, съели, долг увеличили, увеличили. Ну, довели страну до банкротства, довели, 300 процентов, 3,4 процентов, 340 процентов девальвацию гривни сделали, сделали. Цены на 200 процентов подняли, подняли. Цены на газ, на воду, на электричество, на коммуналку подняли, подняли. Зарплату не подняли, не подняли. Вот с апреля еще будет увеличение, вот сегодня заявил глава на автогазе, кстати, хочу сказать, что очень нужно сейчас снова повышать, потому что это в рамках реформы на автогазе, что это очень необходимо. Это называется не реформа, это называется геноцид. То есть, пришла кучка олигофренов, и у них поднятие цен называется реформой. То есть, они сами становятся миллионерами, народ 90 процентов становится нищими, и это называется реформой. Реформами, ну, вообще, надо делать трансформацию, а не реформой. Что ж тут реформировать? Как можно государство стационарного бандита реформировать? Реформируй, не реформируй, хочешь ешь, а хочешь жуй, все равно получится одно и то же. Как кто-то говорил, по реке плывет топор из села Чугуева, да? Ну и пусть себе плывет железяка такая всякая, имени Яценюка и Рейска. То есть, надо же понимать, что это не реформировать можно, то, что можно реформировать. А здесь надо менять все полностью. То есть, нужно перейти от модели олигархической к модели народного капитализма. Вот, был. Ну, для этого нужна серьезная реформа налогов и всего прочего. Изменение модели надо, конечно, изменить все. Надо все поменять. Тогда мы говорим, под эту задачу надо искать соответствующее, что? Временного премьер-министра. Или же подождать, и потом, когда пройдут выборы по закону, про открытые списки, тогда сформировать правительство. Редактор субтитров А.Семкин